Куда Осипову в политику? Молодой, неопытный юнец. Нет опыта ведения переговоров, до конца не понимает, что можно говорить, что нет. А Лендерман так тот бегал с советским флагом у памятника победы, а теперь цветы устата и свободы будут возлагать. Смешно. Во-первых, не такой молодой, мне все-таки 32 года, у меня двое детей, сын 4 класс заканчивает. Я не знаю, сколько Кириллу лет, насколько богат его жизненный опыт, но я своим могу поделиться со многими, слава богу. Вот это раз, а во-вторых, я тоже бегал с советским флагом. Не бегал, стоял. На одном из последних митингов интерфронта я держал красный флаг. Это в каком лет тогда было? Лет 14, наверное, мне было. 89-90. 13, нет, в 91 году последний митинг был. Я сейчас хочу еще добавить по поводу того, что там человек бегал с тем флагом, с этим у одного памятника, у другого. Я хочу сказать, что памятник, флаг советский я поднял в очень конкретном месте, в очень конкретное время, зная, что иду на нарушение закона. Я считаю, что в день победы 9 мая праздновать без флага, который был вооружен над Рейхстагом, это смешно. Это как все, честовать команду там без тренера, да, то есть это абсурд. Поэтому вот так. А что касается памятника свободы, то здесь мы хотим доказать одну очень важную вещь. Этот памятник принадлежит всему народу Латвии. Не только государственным чиновникам, которые собираются там 18 ноября, и не только наследникам легиона СС, которые там собираются 16 марта. Мы тоже имеем право, да, это главный символ страны, так сложилось, и мы имеем право там тоже находиться. Потому что такая шквал критики в мой адрес. Мамыкин обещали назвать депутата, который по-русски с женой говорит, называйте. Я Ушакова имел в виду депутат Рижской городской думы, он с супругой на русском говорит. Удивительно. Да? Вот. Ну и последний, наверное, вопрос. Если у вас юридические знания, можете ли вы провести хорошую ревизию законодательства? Вы или ваши товарищи? Товарищи, конечно. Здесь тоже большое заблуждение, когда говорят, вот, вот, а ты можешь разработать серьезную, там, которая умещается в двух огромных чемоданах, там, экономическую программу? Я не экономист. Моя задача ломать головой стены, чтобы пробить дорогу тем экономистам, которые сегодня не вхожи в эту номенклатуру, да, которых не пускают к принятию решений, к разработке программы и так далее. И таких очень много. Да, они в эту общую коррупционную схему не вписываются, их никуда не пускают. Вот моя задача Владимира, да, создать для них площадку, для того, чтобы они могли реализовать свои замыслы. Мы не должны в этих вещах разбираться, хотя, конечно, в чем-то разбираться. Спасибо вам огромное. Пора уже заканчивать. Говорят мне за эфиром. Владимир Лендерман и Евгений Осипов весь этот час гостили в прямом эфире пятого латвийского канала. Симпатии интерактивной аудитории распределили следующим образом, как три с половиной к одному, в пользу утверждения, что интерактивная аудитория верит и Лендерману, и Осипову. Еще раз спасибо вам, товарищи. Удачи и до встречи. Я тоже прощаюсь с вами до понедельника. И напомню, что главная тема этого дня это убийство вице-мэра. Даугу впился Григория Немцова. Ну а подробности у моих коллег в программе «Вечер новостей». Стиль ведущих от салонов красоты «Дзинтрек».